всем привет мы продолжаем рубрику канала посвященную обзорам масштабных моделей которые выходили в европейских журнальных сериях около 10 лет назад и сегодня мы рассмотрим микроавтобус марки nyssa модель 521 в масштабе 1 к 43 этот микроавтобус выходил в рамках серии культовые автомобили польши под номером 78 и модель появилась в продаже в августе 2011 года изначально микроавтобус комплектовался журналом свою масштабную копию я приобрел значительно позже где-то два с половиной года назад в одном онлайн интернет-магазине на распродаже и продавались только модели без журнала и за свой экземпляр я заплатил по-моему 3 евро это по нынешнему курсу около 270 рублей вполне адекватная цена за такой микроавтобус с учетом того что помимо ist models такую модель больше промышленным способом никто не изготавливает и это действительно культовый автобус тот случай когда название журнальной серии полностью совпадает с автомобилем ведь зачастую в журнальных сериях вкладывают такие машины которые не имеют никакого отношения к названию журнальной серии например bmw volkswagen и конечно это популярные машины но их мало было в польше и в основном в этой стране был преимущественно представлен свой автопром и аналогичный микроавтобус выходил также в рамках российской журнальной серии автолегенды ссср и соц стран машина выходила под номером 162 появилась в продаже в 2015 году и российский вариант продавали за 369 рублей и российский автомобиль от польского немножко отличался и главное отличие это схема окраски и у российской модели был двухцветный вариант белый с коричневой полосой но мне больше запомнились одноцветные автомобили бежевые темно-серые бледно-синие а двухцветной техники у нас встречалось очень мало потому что водители не любили такие машины если появлялись какие-то повреждения нужно было искать два варианта окраски а это большой дефицит в советское время и в основном водители хотели приобрести именно одноцветные экземпляры и здесь обычный блистер с серой подложкой указан прототип также написано то что эта модель изготовлена в китае есть информация об импортере есть небольшой логотип istmodels который нам гласит о том что эта модель сделана на одних формах с более дорогим брендом я видел в продаже модель от istmodels она в свое время продавалась за 35 евро отличия повторюсь минимальны у более дорогой модели был дисплей кейс дворники из водоотравления чуть улучшена светотехника и окрашен салон и все эти узлы можно сделать самостоятельно на этой модели и здесь конечно ощутимая разница в цене 3 евро или 35 евро но для тех людей которые собирают советскую технику эта модель must have потому что подобных машин в советском союзе было огромное количество и они использовались на всем советском пространстве и здесь элементы салона это черный пластик окрашенный в массе повторюсь можно самостоятельно доработать стенка между передним и задним отсеком здесь сделано из матового пластика ее тоже можно окрасить в цвет корпуса и в заднем отсеке здесь установлено три двухместных скамейки две с водительской стороны и одна идет с правого борта правда эти детали сложно рассмотреть потому что они сливаются с темным фоном и я постараюсь вам их показать но возможно вы их на камеру не увидите но они присутствуют я видел многие люди дорабатывали салон окрашивали сиденья и тогда модель играла новыми красками и здесь установлены пластиковые зеркала заднего вида как и дворники они покрашены серебристой краской и мне с этой моделью можно сказать повезло здесь очень хорошая покраска и аккуратная сборка зачастую на моделях из журнальной серии криво устанавливаются детали очень много пятен клея различный мусор в лакокрасочном покрытии а эта модель собрана на совесть если конечно мы говорим об уровне журнальной серии и здесь вполне хорошие колесные диски во всяком случае они попадают в 43 масштаб и не так давно я вам показывал фургон жук и у него были похожие колесные диски правда они были сильно переразмерены но другой нюанс то что здесь очень широкие покрышки и их по-хорошему нужно заужать возможно распилить покрышку вырезать лишний кусочек заново ее склеить или поставить резину от maestro models возможно подойдут какие-то советские покрышки я видел также многие люди ставили покрышки от агатовских моделей и тоже вид машины улучшался дверные ручки здесь обозначены просто серебристой краской издалека смотрятся вполне нормально можно сделать доработку если вы перекрашиваете микроавтобус их сточить просверлить отверстия вставить пластиковые детали и вид модели улучшится но свою модель я не буду перекрашивать оставлю в первозданном виде здесь также установлены регистрационные номерные знаки на мой взгляд этот элемент переразмерен номерной знак должен быть немножко меньше отлично проработана решетка радиатора черной краской обозначили отверстие присутствует небольшой шильдик заседательная техника здесь более менее нормальная и на фарах имеются хромированные ободки но вид портят черные точки и эти литнички можно аккуратно срезать сзади пройтись мелкой наждачной бумагой чтобы замотать линзу фары и тогда тоже будет лучше вид у масштабной копии и здесь поворотники в виде отдельных оранжевых пластиковых элементов задние фонари здесь тоже вполне прилично сделаны правда детали окрашены полностью красным лаком и нужно самостоятельно обозначать сектора поворотников огни заднего хода и здесь также красной краской обозначили катафоты эти детали отлиты вместе с корпусом модели присутствует небольшой шильдик 521 деталь нанесена там по печатью и также здесь черные пластиковые бампера и по-моему на российской модели бампера были окрашены серебристой краской и напишите в комментариях у кого из вас есть российский вариант какие визуальные отличия от этого микроавтобуса здесь также под сдвижной дверью установлена небольшая подножка и этого элемента нету на российской модели и я видел многие люди делали подобную подножку из обычной канцелярской скрепки днище здесь вполне нормально для журнальной серии но конечно есть упрощение например запаска здесь изображена очень схематически присутствуют небольшие брызговички отдельный задний мост установлены амортизаторы есть карданный вал очень схематически изображена передняя балка часть двигателя коробка передач и у этой модели отдельная выхлопная труба но эта деталь тоже не окрашена и конечно ее можно демонтировать окрасить самостоятельно но опять же это и время затраты и финансовые затраты также здесь присутствует часть топливного бака вот такой симпатичный микроавтобус и давайте я вам покажу для сравнения другие автобусы которые могли встречаться на дорогах советского союза и главный конкурент это наверное микроавтобус марки raf вот такой raf тоже из журнальной серии и у этой модели к сожалению начало портиться лакокрасочное покрытие и такое ощущение как будто просто проседает краска хотя каких-либо признаков цинковой чумы на этом микроавтобусе пока что я не заметил и как раз можете посмотреть примерно размеры двух микроавтобусов рафик чуть длиннее правда у него чуть уже корпус и также покажу вам еще один микроавтобус это баркас такие автобусы тоже встречались на дорогах советского союза это уже переднеприводный автобус если не изменяет память тоже вполне хорошая модель и этот микроавтобус по-моему из польской журнальной серии но в российской серии тоже выходил похожий аналог этот микроавтобус чуть меньше чем nysa он пониже поуже и чуть-чуть короче но тоже смотрится вполне симпатично и покажу вам еще один микроавтобус маркера уже более современный он покрупнее чем nysa но колесная база у них по-моему одна потому что nysa была сделана на шасси газ м20 победа ну варшава но это по большему счету одно и то же так что вот такой микроавтобус который я хотел вам показать в рамках сегодняшнего видео ролика и пишите ваши комментарии если похожая модель вашей коллекции из какой серии вы приобрели себе модель делали ли вы какие-то доработки если вам понравился данный видеоролик то не забывайте поддержать его лайком вступайте в мои группы в социальных сетях вконтакте и фейсбуке жмите на колокольчик чтобы не пропустить уведомления о выходе новых видео на моем канале и заглядывайте на мой второй канал там тоже выкладываются интересные видеоролики а на сегодня это все до новых встреч пока